Алексей Борисович, от вас ждут вашего политического заявления. Моего политического заявления? Вы созрели. Вы готовы идти в политику? А где мы сейчас находимся, собственно? Вы сейчас на фронте. Война это часть политики. Вы командир. Это продолжение политики. Так укладывается. На сегодняшний день это единственный инструмент для политических каких-либо достижений. Как оказалось. Вы лично готовы идти в политику? Еще раз повторяю, мы уже в ней. В депутаты. Вы командир сейчас. Вы на начальник. Вы вошли в историю как командир ополченского подразделения. Народного подразделения. Вы будете продолжать развивать свой успех? Будем, конечно. Как политик? Будем. Какой партии вы хотите примкнуть? Какие у вас убеждения? Я на сегодняшний день не вижу ни одной народной партии. На Украине, в России, в ЛНР, ДНР, Новороссии. Нигде. На сегодняшний день все партии это всего лишь бизнес-проекты. Значит, вы будете организовывать свою партию? Так точно. Какую бы вы хотели назвать ее? Как бы назвали или какого направления эта партия будет? А название что-то как-то назвали. Ну, какого это будет направления? Социальная партия. Естественно, это будет. Народная. Социальная партия на защите интересов народа. Будет ли там какие-нибудь националистические, украинские или русские, или какие-то еще другие преобладания, мотивы? Кто будет? Самый главный мотив должен преобладать справедливость и совесть. Будет ли там какие-то слова о Луганске, Алчевске, Донецке, Донбассе, Новороссии в составе этой партии? Название этой партии. Главные слова о великом славянском народе? Уже есть славянская партия Украины. Александр Лузан. Вы имеете в виду название? Да. Названия могут быть самые яркие, самые человечные, самые лучшие. А суть этих партий какова? Какова суть будет вашей партии? Уже мы ответили. Совесть, справедливость. В этом году можно ждать образования этой партии? Уже в этом году, в 2015. Вполне. Я там посмотрел. Продолжение следует.